друзья добрый день видео номер три день номер три посвящена нашему общению когда вы возможно сидите на карантине что не очень хорошо но тем не менее у нас есть возможность забыл пообщаться сегодня тема которую мы будем освещать то есть в таком же стиле как и дальше то есть тема и ответы на вопросы это уход за техникой за стиральные машинками посудомоечной машинки многих это интересует заодно кстати отвечу на эти вопросы большое спасибо что вы пишете комментарии внизу реально приятно то есть получается живое общение здорово классно меня такой формат устраивает а по поводу звука сразу скажу что качество звука должно быть лучше по той простой причине что на первом видео средняя скорость моего передвижения по городу было 110 140 километров в час соответственно все шумело поэтому сейчас я еду стараюсь ехать не больше 50 получается что шума нет все хорошо вот так так что тема у нас как правильно ухаживать за посудомойкой и за стиральной машинкой и за посудомойкой смотрите первое что нужно сделать давайте наверное начнем издалека сначала о химии как правильно наверное стирать и как это связано с ухаживанием почему машинка цветет а потом уже перейдем на все остальное смотрите по поводу низких температур хозяйки систематически стирают свое белье на низких температурах к чему это приводит они считают что как раз она не портится в принципе может быть как раз есть такое белье которое нельзя стирать на высоких температурах высокие температуры я сразу скажу это 60 градусов и выше низкие температуры это 20 30 40 градусов многие очень часто даже на 40 градусов не стирают используют такое понятие как ежедневная стирка она очень быстренькая такая нагрева быстро переполоскала и на этом как бы все что получается почему сам почему это плохо и почему хотя бы раз квартал желательно стирать на 95 градусах там или 90 градусах и к чему приводит низкие температуры дело в том что некоторые виды бактерий которые у нас живут стиральные машинки они живут за резинкой мы потом перейдем как ее чистить пока что чисто теория я хочу объяснить почему появляется запах стиральных машинках и откуда вообще берется там грязь особенно за резинками есть такой вид бактерий которые выживает при температуре 40 градусов легко где-то вообще не самая высокая температура и им тот порошок который высыпите особенно если он не очень так сказать ядреный то он их не напрягает то есть он не является дезинфикантом соответственно они живут те представьте что вы бактерия и ой а и что у вас получается вы живете себе тихенькой стиральные машинки вас поют водичкой вас греют 40 градусов и вам дают что покушать остатки от хлопчатобумажной ткани единственно что вам иногда с этой хлопчатобумажной ткани придется кушать какие-то там фосфаты чего-нибудь еще но у вас это не напрягает у вас мембранная клетка мембрана клетки очень короче вы выживаете то есть вас кормят поет греют у вас есть почти идеальные условия для того чтобы вообще выживать соответственно если вы не даете температуру 60 градусов выше если вы знаете при 56 по моему начинает сворачиваться некоторые виды белков поэтому является она уже дезинфикантом поэтому когда вы уже этим бактерии при 60 градусов не все конечно но не очень хотят жить но некоторые выживают при 60 короче с годами у вас остатки ткани плюс бактерии которые вы кормите поете почиваете их греть и все остальное они там себе миленько живут у вас со стиральной машинки начинает появляться запах особенно если вы еще закрыли машину после стирки там уже переходим плавно к следующей части и у вас внутри остается и влага то есть она не высыхает и возможности для их жизнедеятельности как этого избежать первое если вы постирали открывайте пожалуйста люк стиральной машинке хоть оставляйте щелку щелку для чего она у вас со временем если вы стираете не очень часто начинает внутри высыхать это хорошо то есть если вы знаете бактерии живут там большинство бактерий как раз именно эти бактерии где есть влага нет влаги они не живут поэтому она высохла полностью например в верхней части не в нижней и они там бактерии эти сдохли умерли второе хотя бы раз квартал стирайте на высоких температурах желательно 60 градусов и выше вообще лучше конечно 95 почему тогда вы получаете фактически вы кипятите и убираете все болезнетворные все болезнетворные бактерии что есть плюс как это не странно звучит во многих случаях вот это знаете если вы открываете порошкоприемник лоток если вы заметили там очень часто такая вот черная плесень на резинке это черная плесень образовывается это как ни странно ваш любимый ополаскиватель он дает такой эффект сейчас многие не согласятся но она так есть особенно низких температур я не знаю с чем это связано но ополаскиватель и дает эту черную плесень которая у вас есть на лотке и на резинке я вам не говоря мне раз не говорю о том пользоваться ополаскиватель или не пользу я вам просто называю причиной почему это происходит дальше как их устранять какие способы на это есть это уже решать вот по поводу как чистить многие хозяйки считают что вообще кстати все лотки кто не знает они все вынимаются многие считают что они не вынимаются там обычно есть кнопочка либо нужно нажать и лоток полностью выскакивает и помимо того что в лотке куча всяким там для не всяких раз это черная плесень образовывается если вы сюда еще загляните вы увидите берете микрофибровую тряпку либо даже обыкновенную хэбэшную там внутри все протираете поверьте у вас там внутри в той отверстие не дырки будет очень много всего гадостного вы когда вынете вы его увидите второе где чаще всего и хозяйки 95 процентов об этом месте не знают до него скажем так какой-то степени проблематично долезть но она есть и когда людям показываешь просто я сейчас не могу вам показать у меня я за рулем у меня нет такой стиральной машинки но это те бактерии которые у вас собираются на внутренней части резинки которая контактирует с вращающимся барабаном вам нужно фактически засунуть туда пальцы и полностью ее выгнуть почти на 180 градусов вот этот бортик который у вас идет внутри и вы будете шокированы тем сантиметром грязи это остатки как раз ткани плюс бактерии вот этим вонючий которые у вас там будет самое частое место где они бывают это по бокам верху туда вода не сильно достает внизу она все-таки их чуть-чуть вымывает а вот по бокам слева и справа вы будете просто удивлены неестественно не все есть чистые такие машинки зависит от порошок ткани от всего но если вы стираете на низких температур и большое количество хб то у вас это будет стопудово вот вот так вот резинку особо что палец и выворачиваете ее и вы там увидите очень много боитесь вы верните возьмите просто пальцы еще у вас они узкие с тряпкой туда засуньте и протрите и вот так крючком и вы увидите сколько там будет грязи 90 больше 90 процентов хозяек даже не знают о том что там это есть вот систем естественно регулярно открывайте фильтр тоже некоторые хозяйки вообще не знают что у них есть внизу обычно когда вы смотрят на центральную машинку справа внизу иногда она закрыта декоративной панелью нужно ставить ножик или твердую или отщелкнуть выворачивать его и чистите как раз переходим к следующей части которая связана с тем как это вот как их вообще чистить эти стиральные машинки про низкие температуры мы уже поговорили люди даже любят засыпать всякие антинакипины лимонную кислоту уксус и все остальное у меня есть ролик на моем канале по поводу там где рассказывал какое влияние делать лимонная кислота я сам честно говоря с ним не очень согласен ему давно снял но лимонную кислоту вы можете разово засыпать мы сейчас не будем обсуждать 6 такие сплавы которые вообще не любят никакую химию они просто гниют даже банально из-за воды рассыпаются крестовины а еще есть есть вода стиральный порошок и отсутствие заземления хотите мы как-то с вами говорим поговорим на отдельно на эту тему но такая проблема есть это отсутствие заземления то 110 вольт на корпусе плюс вода плюс стиральный порошок и вашей крестовине особенно в некоторых моделях за три-четыре года просто наступает конец она разрушается происходит электрохимическая коррозия почему это происходит я не знаю есть два варианта либо сам производитель хорошо превосходно понимает что это такое и заложил это изначально либо ошибка но тут знаете сколько человек столько мне вот этому по поводу того как влияет вот это вот вся химия вода и все остальное я честно говоря здесь это считаю что лимонную кислоту вы можете сеть на раз в полгода сыпать 100 грамм ставить на 60 градусов может даже на 95 и пожалуйста многие вы знаете чтобы не рисковать делают очень хитро они разбавляют лимонную кислоту поскольку фактически нужно только разрушить ту накипь которая на тени желательно то люди просто берут кипятят и засыпают 100 грамм лимонной кислоты и тупо наливают стиральную машинку не вращая барабан получается она не касается ни сальника никаких других частей она только опускается в район тена и там происходит химическая реакция идея очень неплохая ну как бы она то она реально то есть она как бы немножко муторная но не такая уж сложная и в этом ничего такого проблем нет уксус я крайне не рекомендовал бы вам засыпать все таки это 9 процентов уксусной эссенции то есть чистая уксусной кислоты ну можете конечно но я я не химик я вам не могу сказать в любом случае это уксусная кислота то есть как она будет реагировать с фишка знаете в чем в чем самая большая проблема стиральная машинка вообще ничего не боится да даже резина ничего не боится тем более бак пластик нержавейка нет вся у нас проблема которая может после этого возникнуть это связанная с резиной потому что многие хозяйки сыпят какую-то дрянь такую я вообще не знаю и резина люка из этой дряни и высоких температур начинает сжиматься она начинает скрипеть пищать она начинает тереть абак я не знаю из-за чего это происходит и второй вариант у вас есть сальник который держит воду до подшипников если этот сальник на него были что называется большое количество агрессивной среды будь то кислоты или что-то остальное вообще резина с кислотами не очень дружит есть конечно есть кислостойкая маслостойкая бензостойкая резина и так далее но у этих сальников они обычно обычно они не очень кислостойкие соответственно резина плюс кислота она начинает дубеть она уже становится не такой мягкой соответственно если она не мягкая она начинает пропускать воду подшипник вы попадаете на замену подшипников через время поэтому я бы не рекомендовал знаете быть фанатичным в этом вопросе сыпать по 300 грамм то есть не без того что если выбирать между подшипниками между большим количеством накипи и шансов чтобы задубеет резинка то я лучше конечно почистил от накипи однозначно залил даже в конце концов уксус хотя я бы его не рекомендовал вам засыпать лимонная кислота замечательно справляется со своим предназначением вот это по поводу того по поводу как чистить всякие анти накипины все остальное это на ваше усмотрение я все время пользовался какой-то химией от электролюкса которая шла к их машинкам она не такая дорогая там составе возможно тоже лимонная кислота может быть есть еще какая-то еще дополнительная химия без понятия в любом случае я не рекомендую если вы уже решили почистить стиральную машинку не берите самую дешевую брать самую дорогую ну не знаю это на ваше усмотрение по поводу консервации машинки самая последняя тема которую мы сегодня обсудим как сделать так если например у вас дача и вы собираетесь уехать куда-то или у вас машинка стоит на балконе зимой или что-нибудь еще вам нужно сделать всего в принципе три вещи первое вытащите лоток с порошка приемником где у вас могут быть остатки воды второе слить воду которая у вас есть в фильтре вытаскиваете фильтр ставите тряпку у вас сливается от 500 до полутора литров воды то есть ваша задача сделать так чтобы вода не осталась стиральной машинки потому что она когда замерзнет то вода имеет свойство расширяться на 11 процентов при замерзании у вас полопается все соответственно слить это все это весь фильтр и также желательно в принципе слить воду из шланга который у вас идет гофра к сливной части вы тоже его открываете в принципе она как раз через фильтр вся должна слиться то есть сделать так чтобы шланг был без изгибов наклонить его и вся вода просто стечет через фильтр вы сольете еще там грамм 500 700 800 может быть литр и самое последнее отключите ее от воды и сзади открутить те трехчетвертной там то место где у вас подходит клапану подачи воды шланг открутить он всегда откручивается обычно пальцами объясняю почему там вода у вас останется под давлением и когда у вас замерзнет я несколько раз вот такое делал даже у меня есть видео где я показывал когда машинка замерзает то в этом месте просто клапан разрушается и при первом же оттайке у вас клапан начинает упасить водой и у вас есть шанс что вы затопите там я не знаю соседей полк квартиру дом все остальное поэтому вот такую процедуру нужно сделать то есть перекрыть кран и отсоединить сзади шланг от стиральной машинки чтобы с этого клапана покапала водичка ее там не было в принципе все вот так вот мы скажем так в 15 минут уложились основные темы в принципе было три то есть это уход за стиральной посудомойки я забыл про посудомойки как смотрите чтобы у вас не было накипи на посудомойке я себе пометочку сделал и не забыл просто отсветить все что вам нужно это чтобы у вас была там соль соль не такая что и дорогая можете поставить его на обменный фильтр перед посудомойкой хуже не будет то есть если у вас накип посудомойки у вас просто или дешевая соль или она закончилась потому что она там обыкновенный натрий хлор то есть иона натрия короче говоря суть такая она из жесткой воды делает мягкую вот задача вашей соли в посудомойке вот и все еще у вас будет соль у вас никогда не будет накипи на посудомойке если у вас накип появляется значит меняйте соль и как-то решайте эту проблему по другому все все всем большое спасибо божьих благословений пишите комментарии внизу это будет моей темой для дальнейших видео какие темы освещать по крайней мере меня такой формат устраивает я пока еду на работу как раз мы это занимает грубо говоря 15 минут я могу с вами пообщаться я ответить вам на комментарии на те темы которые вас интересуют все успеха до завтра пока